Владимир, предположим, у меня есть миллион рублей, все, вот я, значит, на 6 месяцев резервный фонд себе сделал, да, и накопил миллион рублей на депозитах. Как бы вы порекомендовали распределить миллион рублей, в каких вот долях, если мы говорим по диверсификации, да, и вот куда вложить деньги? Очень просто, я даже снял ролик, потому что вопрос очень популярный, я такой ролик так называется, куда инвестировать миллион рублей. Ну, видите, прямо в тему, да. Я, во-первых, говоря по категориям, миллион рублей, я считаю, вкладывать нужно процентов 60-70 в акции, 30-40 в облигации. 30-40 в облигации, облигации, вы знакомы с облигациями, да? Я не знаком, не с акциями, не с облигацией, я даже не понимаю, в общем, разница между ними, да. Облигация, это аналог банковского депозита, если вы покупаете облигации Газпрома, считайте, что вы вложили как бы в Газпромбанк, другое дело, что когда вы покупаете, вы знаете доходность в облигации. Допустим, вы купили облигацию, которая будет погашена через 5 лет, и у нее прописана доходность по этой цене 5% в валюте. Далее вы покупаете, и вы будете получать 5% в течение этих 5 лет. Независимо от того, что цена падает, повышается, вас не волнует. Вы купили по цене, и получаете процент обещанный. А через 5 лет Газпром отдает вам вот эти деньги, которые вы вложили. Сумму плюс 5%. Он каждый год платит по 5% вам, а потом отдает просто сумму в конце. Все, я понял. И получается, это то же самое, что депозит, но другое дело, что когда облигации сильно падают в цене, у них процент повышается. Допустим, сегодня по Газпрому получаете 5%, а потом произошел кризис, такое уже было. В 2008 году по евробондам Газпрома можно было получать 25% в валюте, в долларах. Они рухнули в цене, когда вот в 8-й год был кризис, помните? Да, они рухнули в цене. Вам Газпром все равно даст 1000 долларов через 5 лет, допустим. Но вы купили вот эту облигацию не за 900 долларов, а за 500 долларов. И получается, что у вас там доход гораздо выше. И вот эти облигации хороши, что вы можете получить гораздо больше, чем депозит. Но это момент искать надо. Облигации российских компаний? Любых, мировых. Это фонды облигаций. В любом случае, смотрите, 60% в 70% облигаций и в акции. По регионам я рекомендую, если акции говорить, это Америка 40%, Европа 30% и Азия. Все развито. Я развиваюсь сейчас, не рискую. Все в развитые страны. 10% куда-то еще. Может быть, у вас есть какое-то такое хобби. Может, вам нравятся криптовалюты, либо нравятся слоники какие-то. Вы знаете, что на монетах можно заработать. Но это уже такие узкие специализированные области, если вы специалист. Если вы не специалист, лучше не власть, конечно. Я нумизмат, но не специалист с точки зрения, не как инвестор, а как скорее просто коллекционер, историк. Потому что мне говорят нумизматы, говорят, лучше нет. Я говорю, знаешь, что для них лучше нет, они разбираются в этом. Они знают, что эта монета, она стоит там черное сколько. Но я знаю, что если я как любитель войду, мне таких монет всунут, непонятно что. Там мошенников столько на этих рынках, что там. Да-да, конечно. Ну и плюс, она действительно стоит столько, но ты продай под бабу ее. Да-да.